Когда Mitsubishi создала свой первый Outlander, в Японии машину решили продавать под именем Airtrek. Это название продержалось вплоть до 2008 года. Притом, поэтичные японцы тогда говорили, название Airtrek описывает способность автомобиля перевозить пассажиров на далёкие расстояния свободным, как птица. Между тем, на шанхайском автосалоне компания Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер под названием Airtrek. Эту новинку, разработанную специально для китайского рынка, представят до конца года. Но характеристики пока остаются тайной, а из подробностей доступна лишь пара тизеров. От шока через отрицание и гнев фанаты BMW прошли все без исключения стадии принятия неизбежного. А этим неизбежным оказались огромные ноздри баварских машин, которые фанаты классических моделей хотят развидеть обратно. Тем более, что руководство марки подсластило пилюли. Впервые отрядив младшим М-ком, седану М3 и двухдверки М4, систему полного привода. И это отменная новость для любителей чистого адреналина. Трансмиссия MX-Drive предлагается только для мощных авто, оснащённых форсированной версией рядной битурбо-шестёрки. Правда, мотору пришлось улучшить систему смазки, ведь вариант 4х4 динамичнее стандартного. По конструкции трансмиссия устроена вполне традиционно. Многодисковая муфта подключает передние колёса только по необходимости, тогда как всё остальное время сохраняется заднеприводный ездовой характер. Задний межколёсный дифференциал активный, с электронным управлением. А ещё здесь имеется режим дрифта, в котором передний привод принудительно отключается, позволяя водителю крутить бублики. Доплатить за дополнительную пару ведущих колёс дилеры попросят всего 280 тысяч, что на фоне общей стоимости быстрых троек и четвёрок можно считать почти подарком. Более того, в России 500-сильные седаны М3 будут сплошь полноприводными. Правда, к дилерам машины придут не раньше сентября, но ждать однозначно имеет смысл, ведь, как уже было сказано, дополнительные узлы и возросшая масса не сделали М-ки медленнее. Наоборот, время разгона до сотни даже сократилось. Любопытно, что баварские новинки на нашем рынке не имеют прямых конкурентов. Ингельштадтские Audi RS4 и RS5 больше не продаются, а штутгардская двухдверка Mercedes-AMG C63S имеет только задний привод.